Добрый вечер, уважаемые абаканцы! В эфире канала Абакан-24, программа «Актуальна». С вами ведущий Анзор Сабанов, но в гостях у нас сегодня первый заместитель главы Абакана, Владимир Иванович Жуковский. Здравствуйте, Владимир Иванович! Здравствуйте! Ну и позвали мы вас по самым, что ни на есть, актуальным причинам, как следует название программы. И самое актуальное, наверное, на сегодняшний день – это подключение тепла. Уже прошло больше недели. С 12-го социалку, с 17-го. И вот теперь вопрос. Были ведь и сторонники, и противники подключения. Ну и вот сейчас у нас такое, какое-никакое, но бабье лето. Как вообще проходит? Как прошло подключение к теплу, ну и как сейчас обстановка? Ну, в принципе, погода осенняя, да, такая была очень переменчивая, поэтому были, да, правильно вы сказали, и сторонники, которые говорили, уже холодно, чего вы ждете и так далее. Были и кто говорили, да, ну, можно спокойно до 25-го и даже более еще пожить ничего. Но решение было принято по социалке – это чисто замеры температуры школьных, дошкольных, особенно в дошкольных учреждениях. Не все сегодня у нас они, слава богу, современные, или наоборот, к несчастью, да, есть постройки и 25-ти, и 30-ти летние, поэтому не везде есть теплые полы, где можно все это подогреть. Поэтому было принято решение начать все-таки с учреждения социальной сферы, школьно-дошкольное образование, дополнительное образование, ну и, соответственно, медицинские, все объекты здравоохранения. Что и было сделано, 12-го числа было принято решение, с 12-го начали. И сразу же по, будем говорить, прогнозу, так скажем, прибросили, прикинули, не совсем благоприятно получается. И практически мы выходим на режим, или, вернее, не на режим, а на тот период, когда нужно будет уже включать. По законодательству, если в течение пяти суток температура среднесуточная устанавливается ниже плюс 8, то на шестые сутки нужно начинать отопление. То есть не позднее, а ранее, можешь начинать, когда хочешь. Поэтому так прикинули, по прогнозу, получается, где-то 17-го, 18-го уже, скорее всего, будут шестые сутки. Ну, что и сделали. Ну, во-первых, очень планово и хорошо получилось, что все-таки не выходной. Очень не хотелось начинать выходной, потому что управляющие компании, как правило, не все на работе. И сегодня не все настолько мощны, у которых есть постоянный персонал. Как правило, он часто, будем говорить, такой наемный персонал по договорам, по определенным и так далее. Поэтому, конечно, лучше все-таки в рабочее время. Что и было сделано, в принципе, 17-го числа аккуратно, без шума, без паники, без каких-либо этих, в общем-то, начали. И к выходным, в основном, я бы сказал, уже вышли на более-менее режим. Поэтому на сегодняшний день по отоплению больших вопросов нет. Есть отдельные дома, которые отключаются, допустим, там с 9 до 15, с 9 до 18. Но в субботу было, будем говорить, такое большое приличное отключение. Это работы проводились неотложные, которые выявились уже в процессе того, когда вышли на режим зимнего давления, за 11 атмосфер поднялись, и утечка на сбросных вентилях или на сбросном вентиле, даже на задвижке, вот здесь вот в камере, в Парке Победы. Не вот это большое-большое здание, которое на углу ущадь Тегашева и Ерыгина. Поэтому было принято решение, тем более это выяснилось все уже практически в конце дня, поэтому было принято решение оперативно, тем более на субботу прогноз был очень благоприятный, до 20 градусов, поэтому такое было отключение. Но потом уже в течение дня все выполнили, и к ночи все восстановили, кое-кто, наверное, и не понял, даже если еще дома не находился. А так пока, слава Богу. На сегодняшний день из 850 многоквартирных домов, те, которые у нас отчетные, так называемые, по которым мы отчитываемся, на сегодняшний день всего 6 домов не получили паспорта готовности. Но они к теплу все равно подключены. Все из больших, это Аскизская 216, 10-этажка, там ТСЖ, они не выполнили ни промывку, не выполнили ни гидравлические испытания внутри домовой системы, и тем самым, в принципе, просто им по техническим причинам не выдали паспорт. Еще один дом такой у нас, Володарского, 6, тоже такой проблемный дом, в смысле, на сегодняшний день в плане получения. И три дома у нас не получили по причине задолженности управляющей компанией за полученные ресурсы. То есть перед теплоснабжающей организацией имеется задолженность, согласно приказам Минэнерго, такие управляющие компании не подлежат для получения паспорта. Но тепло, еще раз говорю, подается вовсе до единого на сегодняшний день объекта, то есть отключенных объектов нет. Многие задаются вопросом о том, что спокойно относительно. Обычно это ведь волна идет. Пока включили, потом звуки, горячая линия, все показываем, мы делаем сюжеты о том, как люди жалуются, кто на ресурсников, кто на управляющую компанию. Но в этом году как-то спокойно. Дал бы эффект вот этот затяжной летний, вот эта история с включением горячей воды после гидравлики? Это, наверное, не так эффектно, но затяжно. Я говорю, эффект того, что, во-первых, начинали в рабочее время, не дотягивали до того момента, когда становится совсем некомфортно. Почему обычно начинается шум? Потому что в жилых помещениях становится уже далеко некомфортно. Поэтому люди, особенно когда начинают подавать, ага, у соседей есть, а у меня нет. А если еще... Ну что, что, несправедливость. Несправедливость, да, я тут мерзну. Ну, а когда более, так скажем, ну, во-первых, в рабочее время, это да, управляющие компании заблаговременно были оповещены, плюс я провел совещание с ними накануне о том, что 17-го числа все, начинаем с 9.00 планово, то есть не в понедельник даже, потому что понедельник день всегда такой проблемный, потому что после выходного где-то какая-то аварийка работала, что-то отключалось, что-то бежало, что-то не бежало и так далее. Кто-то, может быть, где-то приболел, у кого-то какие-то случились вопросы там срочные. А уже в понедельник, когда все это уже решено, то на вторник выходят коллективы, уже зная свою рабочую силу, зная уже, что у них где произошло, подделали, и они целенаправленно работают уже чисто запуском системы отопления. Кто-то в понедельник уже заблаговременно подготовится, заполнить систему, если она у него была вдруг незаполненная, воздух сбросит даже, а потом остается только открыть циркуляционные, настроить и все. Поэтому как-то, ну, я так бы сказал, управляющие компании стали более такие вот за все эти последние годы, особенно они более, наверное, такие сговорчиво управляемые, если можно таким словом назвать, более как-то технически, наверное, грамотные. Ну и, слава богу, персонал последние годы, нет такой вот текущей, по крайней мере, у руководящего состава, у инженерных служб, у управляющих компаний, это тоже многое дает. Они знают свое жилье, знают уже все расчетные сопла элеваторных узлов, знают уже, где какие подходные шайбы. Плюс в течение года мы же, и в течение лета особенно, мы же практически не реже один раз в две недели собираемся вместе с тепловиками, с тепловой инспекцией, с другими ресурсниками. Все эти вопросы увязываются по ходу. И таким образом они, получается, к сезону подходим уже как бы готовы. И тепловики знают, им нравится работа с нашими управляющими компаниями, мне это открыто говорят, потому что, как они говорят, это конструктив, нет никакой там ругани, нет никакого-то там чего-то недовольства, потому что делаем одно дело. Живем, в принципе, я всегда говорю, у нас наши работодатели кормят нас, наши горожане-потребители. Да, вас через жилищную услугу управляющих компаний, тепловиков через коммунальный ресурс тепло-горячая вода. Поэтому работать-то на них надо. Тот, кто тебе деньги платит. Поэтому как-то вот это, я бы сказал, отладилось уже. Ну а в целом подготовку, если брать к отопительному сезону, насколько удачно? Потому что, я говорю, была вот эта история летом. Потом второй остановок был ТЭЦ, который вроде как бы нужен, но все помнят, первое, гидравлические испытания с их неусущественными. Да, сказать, что, ну если вот так вот брать не по-большому, а фактически по цифрам, то на сегодняшний день, в принципе, готовность ресурсников высокая, ну, выше всех. И, будем говорить, лидеры, это электрические сети, наши муниципальные предприятия, они выполнили до начала отопительного периода, хотя они не связаны с этим, и все мероприятия у них до конца года, но они выполнили все уже до начала отопительного периода, 100%, и многое уже переуполняют. Это все, что касается ремонта подстанций, потому что на каждый месяц согласовывается график, на год он согласовывается заблаговременно, да, могут быть кое-какие изменения. Учитывается в этом графике и последние звонки, и выпускные, и экзамены ЕГЭ, и ОГЭ, и прочее. То есть ресурсники, вот особенно в Абакане, конечно, им очень сложно. Очень большое количество учебных заведений, всевозможных и среднего, и среднеспециального, и высшего, и все это мы учитываем, мы увязываем в их графиках, в графиках, чтобы, в смысле, не было вот этих вот отключений в период проведения всех вот этих работ. Далее учитываем, обязательно составляем сводный график, он очень такой емкий, большой, я бы сказал, даже нервозный для нас, потому что, если планировано проведение гидравлических испытаний, отключение на 7, там, на 6 суток горячей воды, то холодная вода, значит, должна быть везде, по максимуму все плановые работы притормаживаются, смещаются. Если отключение газоснабжения, то должно быть обязательно электрика в доме, не дай бог, чтобы не совпало, если отключили газ на диагностику, либо на ремонт. И вот это все вот увязывается. Если отключение холодной воды, плановые, то горячее должно быть на этих объектах, чтобы человек имел возможность хотя бы, какой-то ресурс имел даже, ну, попользоваться теми же санитарными, там, туалетом, мог остудить хотя бы в той же ванной и так далее. То есть вот это все увязывается. Да, не всегда все так идеально, как на бумаге. И сделаешь, бывает, в жизни носит коррективы, но процентов на 95, вот это все выдерживается. Ну, а все, что касается, я говорю, вот этих вот ЕГЭО, там, последних, там, звонков, то другое, то здесь это беспрекословно все от и до. Также и начало учебного года, то есть к этому времени, к тому, как пойдет переклички, начнутся вот эти линейки, уже вблизи школ, в принципе, не должно быть никаких плановых работ, там, где экскаваторы какие-то, погрузчики, бульдозеры и так далее, и так далее. То есть это накладывает и, будем говорить, сжимает вот эти сроки ресурсников, но они уже к этому привыкли тоже. И как бы никаких возмущений нет, все мы понимаем, работаем на одно, на один результат, в принципе, поэтому здесь как бы вопросов нет. Поэтому вот лидеры электрики, тепловики с водоканалом, ну, водоканал чуть-чуть по процентам повыше, по водоснабжению, по водоотведению чуть пониже, хотя у водоканала по тарифным вопросам очень мала сумма заложена на проведение капитальных ремонтов, на замену. У него, в принципе, в общей сложности 2 миллиона на все про все вместе с водоснабжением и водоотведением. Это в сегодняшних ценах вообще, можно сказать, ни о чем. Тепловики в этом году, как бы, на иногаражане это чувствуют. Правильно вы сказали, что и после гидравлических испытаний такой вот, ну, я бы сказал, аварийная даже сложилась ситуация, когда разрушение неподвижной опоры, соответственно, рассоединение сальниковых компенсаторов и подачи и обратки, и паропровода. Ну, паропровод, он только технологический, поэтому как бы горожан не коснулся, можно сказать, не коснулся только предпринимателей, которые пользуются услугами паропровода. Здесь, да. Но, слава богу, в принципе, оперативно, довольно-таки оперативно, хотя, я думаю, суток трое упустили, можно было более оперативнее сразу это принять решение. Мы об этом говорили, чтобы все-таки строить резервную, ну, временную, можно сказать так, линию, потому что ясно, что восстановление по постоянной схеме требует долгого времени, больших затрат, соответствующих материалов и так далее. Ну, что и было сделано персоналом ТЭЦ и персоналом ЕСТК, в принципе, построили временно обводные, будем говорить, нитки трубопроводов, запитали, горячее водоснабжение восстановили и спокойно потом работали. Далее согласовали, пошли нам тоже навстречу, в смысле, не стали, после того, когда закончили работы, мы настаивали, они нас прислушались, тепловики, все-таки объединить уже осенний останов ТЭЦ и восстановление постоянной схемы, все это в одно сделать, что и получилось, в принципе. Я понимаю, что для них это очень напряженный получился период, они привлекали работников из других регионов, потому что очень много нужно было и сварщиков высококвалифицированных, и слесарей и так далее, поэтому, но молодцы, в принципе, все уложили, сделали. Да, сейчас еще и есть работы, еще есть раскопы, то, что касается тепловиков, и по водоканалу, так же. Там еще копают... Ну вот, по раскопам, да, очень много вопросов улегчилось, что когда, когда, потому что какие-то вытянулись с прошлого года, успели сделать, не успели, вот тут же... Нет, ну, это практически не влияет сегодня на подачу ресурса. Да, есть и доделки по озерной, есть там по полярной, были там по катерной, по другим, то есть такой в общей сложности мы вот накануне, буквально уже начиная отопительный период, провели техническое такое совещание с тепловиками, по каждому-каждому вот этому инциденту, если можно так называть, либо они получаются все на сегодняшний день, в принципе, о них все известно, они плановые. Где-то подтекает сальник, где-то нужно поменять запорную арматуру, где-то нужно участок трубы поменять, потому что выявлен свич. Да, можно просто свич заварить, но специалисты, проверяя толщиномерами, проверяя тему, они говорят, нет, давайте мы лучше подготовимся, отключимся, заменим 6, 8, 10 метров трубопровода, ну, то наверняка уже будем уверенными. И таким образом вот сейчас все это подбирается потихонечку. Да, я, конечно, уже вначале сказал, есть отключения, это закономерно, они набудут плановые, уведомляются. Сейчас уже все прогрелось, контура зданий прогрелись, в принципе, поэтому отключение на 4, 5, 6, 10 даже часов, оно уже на сегодня, ну, я бы сказал, не столь негативно, потому что температура, слава богу, пока наружного воздуха, в смысле, позволяет. В будний день они не заметят. Да, да, практически в будний день, особенно если человек работает где-то и так далее, то он просто-напросто не заметит этого. А так, в общем-то, готовность на сегодня высокая. Все котельные, 6, которые у нас есть, они подготовлены, то есть 2 электрокотельных и 2 робота у нас на сегодняшний день, модульных это на школах на 4 и на 18 школах. В принципе, все в работе, все отревизировано. По 6 котельной на Нижней Согре большие работы были, это одна из наших самых мощных котельных, потому что на сегодняшний день от нее все объекты Нижней Согры, все объекты Верхней Согры моста отряда, потому что там котельная ликвидирована, она была, ведомственная моста отряда. Сегодня от нее же запитаны потребители станции, был разрез, сейчас это станция под Синей, и еще и село под Синее. В смысле, вот такой вот большой-большой-большой куст, еще и соседи с соседнего района. Поэтому там тоже проведены большие работы и по ремонту и замене насосного оборудования, по углеподаче, по золам, удалению и так далее. То есть пока на сегодняшний день, слава богу, все работает угля, у нашей компании предостаточно, поэтому даже на селекторе на республиканском было сказано, что единственное, у кого на сегодня полностью запасы угля, это у Абакана. Ну, ясно, компания СГК и СУЭК, это, по сути дела, одна компания. Сегодня на совещании у полпреда читали, что в ТВЕ, какая-то все нормативные запасы созданы. Ну, по крайней мере, на последнем селекторе были вопросы, что не везде нормативные, кроме, да, Абакана имеется в виду, это Абаканская ТЭЦ, ну, и СТК, это одно из подразделений, Абаканская ТЭЦ, то есть... Ну, получается, и в Черногорске тогда тоже. Да, ну, а в Черногорске у них вообще на сегодняшний день все здесь, источник-то тепла у нас здесь, поэтому в них только приходит уже готовая, так сказать, по трубопроводу. Поэтому по зиме, пока вошли, начали, сейчас доделаем все эти нюансы, моменты. Да, они будут какие-то еще выявляться, и по водоснабжению где-то какие-то есть, плановые, про которые знаем, что-то можно отложить, что-то нельзя уже отложить, поэтому, ну, это чисто такие технические вопросы. Я думаю, что здесь больших нет. Помимо этого же еще готовится большой плац к зиме, ну, ладно, это только основные, так скажем, ресурсники, у нас же еще очень много городского хозяйства, то, которое тоже нужно готовить. Нужно готовить технику непосредственно по содержанию уличной дорожной сети уже к зимнему содержанию. Мы уже переоборудовали, убрали водополивные емкости с машин универсальных, КДМ, переоборудовали уже под пескосыпы, уже обкатали, прокрутили. Одна у нас уже заправлена, все песчано, солевой смесью готовая, потому что любой момент может уже... Ну, это да, это Сибирь. Да, пойти сырой снег и с дождем, и без дождя, все это может намерзать, потому что земля уже остывает, и так далее. Это все подготовка. Плюс закуплены уже, в смысле, проревизированные и нагридеры, и ножи, и щетки, и то, и другое. Единственное, сегодня дефицит, который пока невозможно купить, это кадры у нас на сегодняшний день, как никогда. И у ресурсников, у всех, без исключения сегодня, дефицит сварщики, механизаторы, механизаторы погрузчиков и экскаваторов, просто водители. В принципе, сегодня, ну, все дефицит. Вот у нас, если взять по спецавтобазе, на сегодняшний день 74 ставки свободных. В смысле, нет, но они нужны. У нас, если два года назад, еще три, пять лет назад, мы плакали, ходили, говорили, технику надо покупать, техники не хватает, люди есть. Все, сегодня три грейдера, на три грейдера два грейдериста. И так далее, на все. Сегодня либо на грейдер, либо на погрузчик. Если на погрузчик садежность грейдер поставил. И вот такие вот вопросы, ну, дефицит страшенный. И у водоканала сегодня 60 с лишним человек, не до комплект полной численности. Вот это, конечно, сильно бьет. Нет электриков, я говорю, нет сварщиков, особенно. Вот это, конечно, очень такое сегодня сдерживает. По парковому хозяйству тоже свои работы. Тоже надо успеть подготовить, в смысле, к зиме. Нужно законсервировать и обезводить все системы полива. Иначе все это размезнет, запомезнет. Надо теплицы подготовить уже к новой весне, то, чем они уже занимаются. Нужно старые грунты, соответственно, те, которые отработали, все это выносится, ремонтируется. Потому что в феврале это уже надо все. Опять начинать землю греть. До февраля осталось кого? День сурка. У коммунальщиков день сурка. Уже грунт надо завести в теплые боксы. Потому что его надо просеять. С ним надо позаниматься. Он же просто так не берется. Помимо того, что еще семена надо заказать, купить. Сейчас надо посадить, высадить саженцы. Успеть. Потому что период тоже короткий. Как раз сейчас только-только идет период самый такой благоприятный. А людей тоже недостаточно. Плюс год необычный. Осадков очень много. Влаги много. Травы очень много. У нас в этом году, в прошлом году, а в этом году особенно, у нас не выгорел ни один газон при таких осадках. Все растет со страшной силой. Мы уже по 4 раза косим. Драмча площадь, театральная площадь. Только посадили, трава выросла. Скосили, трава выросла. Опять скосили уже 3 раза. Она еще не успели посадить, она уже выросла. Да, но минимум по 4 раза. Вот в этом году минимум по 4 раза скосили. На вот таких основных местах, будем говорить, на видовых улицах. Ясно, что опоросили, смотрите, сколько прет. Мы в этом году дополнительно выделяли деньги. И сейчас еще работают. Пытаемся нанять подрядчиков. То есть предпринимателей, чтобы их как-то вовлечь в этот бизнес. Но пробуют пока, но не совсем все получается. И все это на первый случай кажется. Все это просто подумаешь поросель убрать. Когда начинаешь работать, ну не совсем так все просто. Где-то бензопилой, где-то секатором, где-то кусторезом и так далее. Ну много очень. Да, можно где-то химию применять. Но ограниченно применяем, потому что химия тоже, она сразу дает такую пустыню засушливость. Не везде, наверное, хорошо. И если поросель погибла, то и там в округе больше пока, может, год ничего не расти. Поэтому, конечно, хотелось бы. Сейчас не успеем, не успеваем глазом обогнуть. Вот уже все подготовили документацию на Новый год 30-го уже. Сегодня на Ленина еду, ребята тянут гирлянду. А скажите, да, давайте я сейчас к этому вопросу вернусь. Уважаемые абаканцы, вы можете включаться в разговор. Телефон нашей студии 226011. Абага пришло первое сообщение, я зачитаю, может быть, ответите. Здравствуйте, живо, улица Некрасова, 37. Въезд во двор между домом Арбан-2, корпус 2. Там заканчивается асфальт, идет гравильный проезд, который весь выбили колесами, образовалась яма. Каждый день приходится прыгать через ступеньку высотой 20-30 сантиметров. Или когда дождь, еще и море преодолевать. На новые районы должно же быть заложено финансирование. Домам уже более 5-7 лет, а дороги заезда во двор дома Некрасова 37 нет. Константин задает. Ну, новые, да, новые. Это кажется, вот 5 лет все должно быть поделано уже. Там еще идет и строительство. Во-первых, в этот район Арбан, если уж так говорить, очень много уже вложено. Что значит заложено? Очень много и федеральных средств вложено в дороги. Те, которые, вот та же улица Арбан, тот же генерал Атиханова. Ну, стимул в прошлом году. Да, да, да. Федеральных, наших очень много средств туда уже вложено. Причем комплексно вложено. И освещение, и тротуар сразу. И проезжая часть, и светофорное регулирование, и так далее. Да, есть. И сегодня благоустраивается. И Некрасова 37, между вот этими домами, пространство уже 2 года. Дойдет очередь, ну, буквально на следующий год уже, в принципе, и дойдет и туда. Ясно, что, ну, просто, наверное, физически невозможно. Да и такого, ну, может быть, наверное, только, может, где-то в каких-то, ну, суперфедеральных программах, где комплексно вот зашли и сразу все за одно лето. В Китае. Ну, может быть, да, да, да. Поэтому здесь, ну, грех обижаться. Делается очень-очень много, конечно. Особенно вот по Арбану. Чего не скажешь, может быть, даже и по другим районам где-то. Поэтому тут не надо сомневаться, никто про это не забыл. Все об этом знаем, видим. Там в этом году, вот, кстати, с него начнем высадку. Буквально вот уже сегодня там начали готовить посадочные ямы уже. Тяжело, сложно, потому что тоже не хватает. Даже техника есть, не хватает, кого посадить на эту технику, поработать. Поэтому где-то руками копать, где-то буроямом. Потом расширять будем. А грунты-то у нас мы знаем все. Там, как правило, насыпные. Но насыпные сначала там со строительного мусора, а потом уже все остальное. Поэтому в любом случае нужно хорошую делать выемку, потом завозить грунт, только тогда что-то может там вырасти. Спасибо, Владимир Иванович, за ответ на вопрос. Включайтесь в наш разговор, напоминая телефон студии 2261-11. А мы вернемся к Новому году. Потом есть еще более серьезная тема. Но раз уже шел разговор. Действительно, сегодня на проспекте Лея натянули гирлянды. Насколько я помню, на этом участке последние несколько лет висели ромбы. Один год они висели. Мы покупали. Не совсем они, наверное, как-то... Ну, не всем понравились, скажем честно. Не всем понравились, не совсем хорошо, может быть, вписались как-то. Потому что там, где, наверное, если бы были бы и вот эти вот посадки и высадки, и соответствующие бы какого-то определенного статусного стиля, ну, наверное, бы тогда что-то бы вписалось. У нас там на проспекте Ленина, ну, будем говорить, такая разноплановая растительность, и не хотелось бы ее... Конечно, ее постепенно мы ее будем менять. В любом случае там благоустройство будет продолжаться, да, постепенно она будет как-то меняться. На высокоствольное, закрытой системой, но, ясно, не все сразу. Потому что дерево вырастить надо минимум 10-12 лет, то минимум, чтобы оно более-менее только стало. Поэтому, да, в любом случае, часть звездного неба, так называемое, мы так сами его назвали, у нас от... в прошлом году уже была выполнена, это от Вяткина, и мы продвинулись до Щетинкина. Ну, а в этом году все-таки цель поставлена, задача есть такая, доделать и дальше. Поэтому сдерживали их дорожники, они начали, наши подрядчики, работать маленько раньше. Но тут дорожники своей большегрузной и высокой этой всей техникой, соответственно, им начали обрывать эти трассовки, поэтому было приостановлено. Давайте, ребята, вы приостановитесь, эти закончатся, ответственно, вы заходите. Да, к Новому году мы начали готовиться сразу, только еще елку не демонтировали. Все не убрали. Первое совещание. Нужно по свежей памяти сразу проводить, зафиксировать, что удачно, что неудачно. Где... вот сразу было принято решение, что да, нужно вот сейчас занимаемся досыпать там, где будут выкаты основные с горок. Горки себя хорошо показали по высоте, по оформлению. Они у нас получились две, но по два ската, и таким образом четыре ската хороших, больших было. По выкатам, да, укатываются, а там темно. Но сейчас вот буквально вот на этой неделе, понедельник сегодня еще, среда у нас, да? Среда. Сегодня вторник. Вторник. А вчера, значит, мы. Нет, в пятницу, значит, в пятницу. Ходили, как раз смотрели. Нужно установить минимум три опоры. Дополнительно сделать освещение уже к Новому году, чтобы куда выкатываться, чтобы видно было. Ну и так далее. То есть это все зафиксировано было сразу. Когда еще все это на месте? Когда еще помнили, да? Да, пока еще помнили сразу все моменты, потому что там что-то... Культура многое высказывает, архитектор что-то предлагает. В смысле, сами мы специалисты, эксплуатационщики. И таким образом начинаем уже потом в течение года, это не забывается, проводятся совещания, добавляются, дополняются, даются какие-то задания, там поработать, там посмотреть, где-то у кого-то посмотреть, сочетать. И таким образом все, сейчас уже дальше некуда. В этом году задачи поставлены, и каждый год мы начинаем немножко чуть-чуть раньше. Но всегда, не сказать, что опаздываем, но, по крайней мере, я всегда настаивал, вот в этом году, как бы переламываем эту ситуацию. Вообще, предчувствие праздника или предпраздничное настроение, оно даже более важнее, чем... Соглашусь. Чем делаешь, 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 и вот тебе все стараемся, вот 25-26, вот к елке, вот тут надо доделать. Все праздник, 11 дней поспали, и все, и кончился. Поэтому надо начинать раньше, по крайней мере, вот в этом году планы такие, задачи такие поставлены, не позднее 5 октября, уже начинать навешивать все, и вот эти иллюминационные шторы, перетяжки, то другое, то, что у нас есть, плюс дополнительно будем приобретать. Ясно, что со льдом все будет зависеть от погоды, поэтому здесь не начнешь. А вот все, что можно, вот это электрическое, светящееся и так далее, поэтому конструкции, которые сами изготавливаем, парковое хозяйство уже давно в изготовлении, драконы изготавливаем, год же змеи будет. Ну, змея, дракон, в смысле, хотя мы вроде бы и не азиаты, но сейчас почему-то стали все тоже, то зайцы, то драконы. Поэтому все то, что было, оно все остается, сохраняется, и мы каждый год, в принципе, такая задача поставлена главой, что давайте будем каждый год что-то приобретать, добавлять, а то, что уже было здесь, из центра будем передвигать на другие локации. У нас Комсомольский парк прибрежит. Интересна судьба снеговиков, многих очень сильно интересует она. Ну, снеговики, они остаются, в любом случае, они себя как бы, ну, вроде бы зарекомендовали, пока еще не надоели, если можно так сказать, да, поэтому единственное, тоже, когда мы их покупали, то там была такая изюминка, можно было скачать приложение, и, соответственно, наведя на QR-код снеговичка, и там немножко должно было быть такое приложение, он как бы оживает. Ну, вот поставщики вынуждены были нам в итоге вернуть за то, что не получилось у них совсем до конца, они пытались нам настраивать, наладить, но не получилось, поэтому, конечно, вот, а так снеговики будут останутся. Заяц переедет, там другие элементы переедут. По шару, конечно, очень, он шар, он, вообще, все эти элементы, конечно, покупные, жалко, стоят довольно-таки дорого, а по надежности, по функционалу, они, конечно, ну, максимум год-два. Потому что посещаемость большая, всем хочется же потрогать, где-то наступить, где-то потянуть и так далее, плюс погодные условия, мороз, ветра, все это свое дело делает, все вот эти дюралайты, все вот эти светящиеся ленты, конечно, они... Поэтому закупаем, будем восстанавливать все это, восстанавливаем, вернее, не будем, а восстанавливаем, готовим. Весь план есть, сверстан, все, есть уже. Как-то мы с вами, да, сразу резко от отопления к праздникам, вроде уже душа просит, да? Нет, ну, смотрите, уже вот октябрь, через неделю, по сути дела, через полгода, через две недели начнем уже все. Кажется, еще лето только-только началось, а уже очень. Потому что надо поймать погоду успеть, потому что, как правило, потом бывают, выпадают целыми неделями сильнейшие ветры, бывает и морозы очень сильные, морозы сильные, но люди еще могут терпеть, а техника не терпит, особенно подъемники. Все, поэтому хотелось бы, и все-таки будем стремиться ловить моменты потеплее. И все-таки заблаговременно сделать, чтобы настроение было до праздника. Вопросик, да, опять же, от Константина. Владимир Иванович, по срокам ввода в эксплуатацию новой школы в Арбане, можете что-либо сказать? Вопрос очень насущный для жителей района. Нет, ну, школа строится по плану. Больше, конечно, там курирует глава лично эти объекты. Пока все идет по плану. Там даже по сопережениям большим. Ну, там сильно большого, как, в принципе, вроде бы нет. Мысли были, но не буду я их говорить. Если это все удачно получится, то часть даже перевести из тех, которые у нас сегодня, ученики ремонта капитального. Поэтому пока, чтобы не сглазить, все двигается. Все идет по плану. Подрядчик управляемый, так можно сказать, подрядчик мощный. Хотя у подрядчика на сегодняшний день две таких школы. Он же и подрядчик и в Алтайском районе, в Белом Яре, и у нас. Два одинаковых объекта. В принципе, большие, мощные. Поэтому там вот уже сейчас с благоустройством туда... Вот кто ждет праздников. Я просто уверен, что им хочется. Да, заходят. Но, как ни странно, на сегодняшний день уже буквально вчера глава поднимала вопрос комплектования персонала. Потому что на сегодняшний день в Абакане уже недостаток персонала чисто преподавательского. Где-то не хватает математиков. Даже здесь, в Абакане, где-то не хватает чего. Ну, мы немножко проигрываем, наверное, с сельскими. Потому что у сельских педагогов там 25% плюса за то, что они на селе. Но, тем не менее, вот этот голод кадровый, он и среди педагогов. Конечно, на сегодняшний день у нас здесь педагогов не готовят чисто педагогов. Поэтому сейчас вопросы решаются, где все-таки их готовить. Потому что у нас готовят специалистов. Либо это будет историк, либо это будет... Ну, историк в правом преподавании. Я вот историк, я могу преподавать. У меня педагогическое есть там. Ну, конечно, нужны чисто педагоги. Поэтому объект строится. В принципе, никакого опасения пока не вызывает. Дал бы Бог, чтобы все-таки все получалось, как есть. Ясно, что те, кто там проживает, конечно, они бы очень хотели бы... Потому что это жилой район, молодой район в основном. Хотя на сегодняшний день там много и соседних уже у нас. В смысле, из соседних регионов очень много покупают. Но тоже молодые. А у молодых, соответственно, должны быть дети. Они должны бегать всех в школу. Давайте все-таки перейдем к более серьезной теме. Ну, я имею в виду, от новогодних праздников. У нас есть еще одна проблема, которая тоже все лето тянется. Ситуация увеличивает и береговой линии. В том месте, где сначала мы защищали седьмую скважину. Теперь, вот, я так понимаю, чуть дальше по течению все равно проблема полностью ликвидирована. В какую сторону сейчас идет работа? О чем идет речь? И насколько это действительно угрожает безопасности горожан? Ну, тут, видите, с самого начала, когда, в принципе, вообще все с 5 июля началось, будем говорить, ну, первые такие весточки, первые признаки того, что все-таки Абакан меняет русло. То есть, самое такое парадоксальное, пока был большой уровень воды, а в этом году все лето практически, потому что осадков много, уровень реки Абакан был довольно-таки, он наполненный такой был. И он, будем говорить, не мыл этот берег наш, не трогал, ему достаточно было того русла как-то все. После того, когда уровень воды начал снижаться в Абакане, там он себе русло, то есть, с правой стороны подзамыл изрядно, и он почему-то резко сменил, причем под прямым углом, даже под острым углом, резко начал от свою же косу, которую намыл, поворачиваться и начал как раз вот в этот, в наш, будем говорить, берег, в районе вот между 6 и 7 скважиной. Вот тогда по видеонаблюдению, там видеонаблюдение на скважинах установлено, поэтому четко видно хорошо береговую линию, видно русло, и стало видно, там отделял остров, целый еще был, он там деревья такие вот были, огромные, большие, он там много-много лет был, и был такой перешейчик, когда в большую воду, то проточка бежала, как только вода садилась между островом и берегом, ничего не было. По законодательству вообще надзирать за водным объектом, это государственный объект, федеральный, соответственно, это полномочия федеральная, оно и не передано на региональный уровень, и, соответственно, профильное министерство, министерство природных ресурсов, оно должно надзирать за федеральной собственностью, за водным объектом. Поэтому после того, когда водный объект начал, будем говорить, угрожать, если можно так назвать, и часть уносить еще федеральной земли, не доходя до нашей, соответственно, уже 12 числа было экстренно принято решение, выездное там совещание по моей инициативе. Я вышел на Юрия Николаевича Курлаева, он быстро отозвался, и вечером, уже где-то в 9-м часу, в смысле вечера, собрались непосредственно там заместитель министра природных ресурсов, начальник управления ГОЧС республики, соответственно, инженерная защита, водоканал нашего управления ГОЧС осмотрели на месте, когда уже началось интенсивное. Еще до скважины было, там еще машина стояла между скважиной и берегом, еще было предостаточно места, еще нашу землю, непосредственно муниципальную, еще не тронула вода. То есть тогда уже было принято решение, все-таки утром нужно срочно собирать, в смысле КЧС, вводить режим повышенной готовности, потому что ЧС по параметрам еще пока нет, потому что угрозы жизни, угрозы объектам как таковой нет, а повышенная готовность отдает право уже предупреждения о развитии предстоящего ЧС. Что и было сделано в 8.00 мы собрали у себя КЧС, в 9.00 прошло заседание КЧС республики, соответственно, был введен режим повышенной готовности и сразу же приступили к работам, которые определили специалисты управления инженерных защит. Ясно, что у нас гидрологов в городе нет, и в этой ситуации есть специализированное управление, оно определило, что все-таки нужно непосредственно отсыпать именно вот эту переливную дамбу, тем самым отводить русло к правому берегу, ну и сохраняя, соответственно, левый берег, что и было сделано. Но по мере того, как отсыпали, река, она такая упертая вода, а она все время пыталась обходить, и поэтому из намеченных 112 метров пришлось отсыпать 200 с лишним. В итоге переливную от этой дамбы, но все-таки победили. Хотя переливная дамба, она фильтрует, и сегодня в одном месте довольно-таки интенсивно ее вода пытается мелочь из нее вымыть, в смысле, но она свою роль сыграла. Но и параллельно еще отсыпалась травица непосредственно вдоль, будем говорить, унесенного того участка, чтобы оградить непосредственно седьмую скважину уже тоже от воздействия русла. Туда много было и вывезено железобетона, железобетон бракованный и какой-то БУ у МЖФ, мы много взяли. Абаканская ТЭЦ, в смысле, предоставила и своим транспортом вывозила для укрепления, для того, чтобы сохранить. Таким образом, вот этот первый, будем говорить, самый необходимый для того, чтобы сохранить целостность водозабора и не дать далее двигаться воде непосредственно к водооградительной дамбе, потому что там расстояние не настолько велико, получается, от скважины до водооградительной дамбы. Поэтому это выполнили. Были использованы средства резервного фонда в полном объеме 6 миллионов. Затем экстренно было принято решение, часть управления коммунального хозяйства фондов с заработной платы перебросить на исполнение этих мероприятий. Еще 3 миллиона 392 тысячи дополнительно, чтобы закрыть контракт первоначальный, который был заключен с управлением инженерных защит. Эти работы выполнены. Далее сейчас выполнены, окончены работы по вот этой траверси вдоль седьмой скважины. Это уже использованы деньги спонсорские наших предпринимателей, которым небезразлично, будем так говорить, судьба. Но речка, раз вы здесь меня ограждаете, она заходит, проходит еще 150 метров, начинает дальше мыть. И таким образом сегодня идет разрушение уже дальше. Гораздо и довольно-таки, ну, я бы сказал так, ну, прилично. В смысле, упорно она не хочет отступать туда непосредственно к правому берегу. После этого прошли несколько совещаний выездных в начале министерства. Сам министр проводил, проводили начальники управлений. В смысле, и все-таки потом прошло совещание при губернаторе, при главе республики, где все-таки один из вопросов был о необходимости либо покупать соответствующую технику, это земснаряд, либо брать в пользование у кого-то, ну, нанимать просто-напросто, там по 44-м или по другим, если это в режиме ЧАЭС, либо это возможно так, нанимать и, соответственно, заниматься береговым укреплением. Но без федеральных денег, насколько было это озвучено, скорее всего, это не выполнить. Поэтому было дано задание министру профильному, заместителям, которые должны заниматься в какой стадии на сегодняшний день. Поиском денег? Нет, ну, во-первых, надо вхождение в программу, конечно, федеральную, потому что, действительно, это объект же федеральный, как бы то ни было, вода и речка сама. Поэтому все-таки, вот на сегодняшний день пока мы, ну, все не видим ни земснаряда, ни подрядной организации, конечно, какие-то работы, наверное, делаются, но это все-таки нужно уже больше у республики. Мы единственное, что сегодня делаем и изыскиваем, это нам нужно засыпать вот то, что унесло уже за травицей, которые мы отгородили от русла, и вот эту вот часть земельного участка. Его нужно восстановить, там не нужен уже скальный грунт, там уже может быть обычный грунт, любая вскрыша, любая, в смысле, не обязательно даже ПГС, нужен, в смысле, любой нетоксичный, обычный нейтральный грунт, в смысле, которым нужно засыпать. Но пока соответствующих нет средств для того, чтобы грунт можно где взять. Есть, в принципе, и вскрыша есть совсем и недалеко, и недорогая, ну, а транспортное в любом случае нужно изыскивать. Я думаю, что все равно в ближайшее время мы, вот то, что касается наших полномочий и нашего, мы доделаем. Какой-либо угрозы, пока угрозы чисто водоснабжения нет, потому что их два водозабора, они совершенно одинаковые по одному проекту, с одинаковой производительностью, с одинаковой мощностью, по семь скважин на каждом, поэтому скважина седьмая на сегодняшний день отключена пока, потому что раз вокруг участок не восстановлен, поэтому ее никто не включал. Они сельфонные, то есть насосов в скважинах нет, поэтому ввести в эксплуатацию ее очень легко и просто. После того, как все это восстановится, просто-напросто открыть задвижку, сделать вакуумирование для того, чтобы поднять столб воды, да он и сам поднимется, и, соответственно, все будет работать. Но делать это нужно, поэтому угрозы пока никакой нет, ничего, но угроза далее есть в том, что все-таки в любом случае нужно заниматься береговым укреплением, а точнее всего это нужно все-таки делать мероприятие по отводу русла, потому что до водооградительной даты, я говорю, там не так далеко, поэтому горожане многие приезжают. Давайте так далеко, это 200 метров, да? Ну, самое такое, да. Ближайшее место это у железнодорожного водозабора, там есть собственность еще ниже чуть по течению, железнодорожный водозабор, он называется береговой по всей документации. Там, да, но там размывает именно уже в режимы большой воды. Весенняя, когда уже половодья, большая вода, то там тоже вымывает. Хотя там железнодорога, в принципе, часть уже отсыпала, плюс у нее есть там мероприятие, они планируют доставку грунта, большого скального, железнодорога, ну, да, железнодорожники, ясно, наверное, вагонами, а тут уже... Два-три поезда пригнали, да? Да, да, наверное, будут там часть тоже восстанавливать у себя. Поэтому пока так вот как-то. Пока, да, ну, пока, то есть завтра, послезавтра, когда дам бы вода не дойдет, это точно. Нет, ну, завтра, послезавтра нет, однозначно нет. Но в любом случае выпускать из вида это нельзя, а самое главное не из вида, а все-таки надо быть готовым к тому и иметь решение, техническое, инженерное решение. Если укреплять, укреплять, если углублять, то углублять. Значит, соответственно, еще и проект, наверное, должен быть, это должны все-таки, наверное, гидрологи сказать, специалисты, которые... Потому что вообще, вопреки всему, вода должна мыть правый берег бы. По вращению земли, если так вот брать, в смысле, есть такое кориолюсовое ускорение, то есть земля же все равно вращается, пусть медленно, но да, но вода всегда прижимается к одной стороне и должна бы мыть там. Но она вот почему-то на сегодняшний день решила, что ей здесь удобнее. Может быть, как некоторые там говорят, уж так оно не так. Вот она возвращается на старое русло когда-то, якобы вот она тут бежала. Кто там ее видел? Бежала она, не бежала. То, что Абакан в дельте реки, и когда-то, возможно, здесь и было русло, потому что везде галечники, да? Ну, это мы можем только, наверное, так все предполагать. Где-то, может быть, и в каких-то летописях и зафиксировано. Хотя, ну что, Абакан с 1931 года, как Абакан, до этого, наверное, были поселения, да? Уважаемые жители, если кто нас смотрит, человек, который помнит, как было на самом деле, позвоните нам в студию 2261, расскажите, даже если, может быть, не сегодня, а то хотя бы завтра нам будет интересно. Ну, а мы к другим темам, Владимир Иванович, ну, новость у нас посетила, скоро у нас заходит новый регоператор по улизу мусора. А кто-то питается и с этим надеждой, кто-то вот на горьком опыте своем уже никаких надежд не пытает. Нет, мы пытаем надежд. Вот, все-таки это принимает регоператор с республиканским участием. Да, с образом. И в связи с этим есть какая-то надежда, что нормализируется ситуация. Есть, в принципе, все уже решение принято. Проведены соответствующие были процедуры по, будем говорить, ну, закупке этой услуги, если можно так назвать. Соответственно, один участник, который был допущен полностью, это вот АО «Экопарк». Это стопроцентный, будем говорить, учредитель его является Минимущества республики Хакасия. То есть республика Хакасия его, так скажем, учредила это АО на сегодняшний день. Процедуры шли проверки согласования через управление антимонопольной службы, потому что он был единственный, соответственно, по закону обязаны проверить, все ли было там правильно, верно и так далее. И на сегодняшний день дана полностью отмашка, все, с ним заключен контракт. И с 1 октября он уже полноправно приступает. Поэтому мы с ним уже трижды, четырежды даже встречались, как только стало это известно, хотя мы еще знали, что все может быть, может антимонопольно что-то там отложить и так далее. Но, тем не менее, уже начали подготовку, уточнять его мощности, возможности, наша база, количество контейнеров. Нас больше, конечно, интересует, в первую очередь, это все-таки многоквартирный жилой фонд. Это основной, это где-то 1200-1270 контейнеров в обороте. Но эта цифра немножко всегда плавает, потому что какой-то выведен из эксплуатации, какой-то там изломали, какой-то наоборот добавили и так далее. На сегодняшний день, по сведениям о Аэросити, это подтверждает Минприроды, потому что они организаторы этих торгов и они курируют эту полностью, будем говорить, вид этой деятельности. У него где-то 736 из вот этих 1300 по Абакану. Я говорю только по Абакану, контейнеров, это собственность Аэросити. Поэтому ясно, что если он их сейчас заберет, то создастся небольшое такое неудобство, я бы так мягко сказал бы, которое нужно восполнять. Мы эти варианты прорабатываем, продумываем, потому что из тех всех контейнеров, которые на сегодня на многоквартирных домах, мы уже за муниципальные деньги покупали 200 с лишним штук, но покупали через субсидию управляющих компаний для того, чтобы они сразу становились собственностью собственников многоквартирных домов. Потому что закон говорит так, что это вообще-то не что иное, как общее имущество собственников. И, соответственно, и площадка накопления ТКО, это тоже не что иное, как общее имущество собственников они и содержат. Сегодня, да, если две компании, три компании есть у нас и по четыре компании, в них установлены графики, в зависимости от площадей обслуживаемых домов, все четко делится и, соответственно, выводится. Ты сегодня три недели или там 18 дней, я там 22 по своим площадям, потом там, допустим, 15, третья компания, там маленькая компания с небольшими площадями, там меньше. То есть тут все как бы отлажено. Поэтому на сегодняшний день сейчас, вот после сессии сентябрьской, которая вот прошла буквально неделю назад, как раз ровно вот неделю, да, сегодня во вторник получилось, в смысле мы утвердили порядок положения на этой сессии и лимиты, которые нам были доведены от региона на обустройство мест накопления площадок и приобретение контейнеров, было принято решение с Республикой согласовано, что мы все 100%, 4,650, 4,690, в смысле мы все эти средства направляем полностью на приобретение контейнеров. Направляем точно так же через субсидии управляющих компаний, поэтому порядок такой уже приняли, а они, соответственно, закупают, мы их уже организуем, чтобы они закупили, потому что они имеют право уже закупать без конкурсных процедур, непосредственно у поставщика, так, чтобы у одного поставщика все закупили и в одну, будем говорить, в один груз, в одну фору все это сложить, чтобы дешевле доставить. Как обычно. Пожалуйста, я вас прерву, есть звонок, человек уже долго висит. Да, поэтому надеемся, что все-таки этот АО «Экопарк»… Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот вопрос уже такой вот. У нас вот на улице Пиряненко, вот, в подвижении в сторону ЦСКА, вот, там, на перекрестке, вот, извлекая яму, там, ну, там, что-то меняли, там, вот, делали, вот, ну, а закопать ничего не закапывают, ну, там, ничего не делают. Меня вот как интересует вопрос, вы как-нибудь можете погулять, или это обращаться в другую, там, вот… Никуда, не надо в другую никуда обращаться. Спасибо большое. Это все-таки на улице или где-то дворовая территория? Я так понимаю, на улице Пиряненко, в сторону ЦСКА. Ну, в сторону, да, ну, в сторону где-то 29-го дома, в сторону ЦСКА, спортивного зала вот этого. Ну, видимо, где-то или дорога, или… Ну, дорогу там, ремонт делали в прошлом году, поэтому дороги там не может быть, она капиталилась где-то либо тротуарой, может быть, что-то, либо где-то кто-то уже успел, может быть, на проездах, либо на дворовой территории. Я пометил все, в смысле, завтра проверим, где и что, и, соответственно, будем обладать информацией, кто… Кого заставить закопать? Да, кто покопал, если это покопал, а не естественным путем там что-то образовалось. Возвращаясь к разговору, да, о мусоре, по вывозу, вот этот переход сам, как он на людях отразится или не почувствует? Ну, не должен он отразиться, почему? Потому что у Аросити собственного перевозчика как такового по Абакану не было. Поэтому в любом случае у него был субподрядчик. С субподрядчиком, этим предпринимателем, мы тоже уже общались дважды. Один раз мы общались при главе, обстоятельно все проговаривали, в смысле уточняли его финансовое состояние, задолженность, то другое, чем он располагает, количеством техники и так далее. Он останется. Однозначно он сказал, и это подтвердил генеральный директор вот этой новой компании, уже ООО «Экопарк», что они все-таки, но они будут заключать в любом случае на конкурсных процедурах или по конкурсным по 223-м фазе. Не по 44-м, там попроще немножко. Но, тем не менее, все равно. Мы не сомневаемся, что этот перевозчик все-таки зайдет и, соответственно, будет работать. Если это все так произойдет, это должно быть буквально уже, осталось кого-то практически меньше недели, то, в принципе, ничего сверхъестественного не должно быть. И пока, наверное, гаража не видят. Единственный период, когда окончательно было принято решение, что все-таки заходит ООО «Экопарк», то аэросети перестали вывозить, были крупногабарит. И на площадках начало скапливаться большое количество шкафов, диванов и так далее, матрасов. То, что, соответственно, после дождей быстро начинает все это намокать, и неприглядные виды, запахи. Поэтому там было принято решение, в смысле главой, что все-таки давайте не будем создавать хаоса. И, соответственно, дали указание, включили в муниципальное задание нашему МКУ спецавтобазе, вопреки всему, и они подчищали вот те проблемные площадки, где скапливались вот эти вот большие, будем говорить, такие вот запасы, если можно таким словом назвать, вот этого крупногабарита. Сейчас ситуация нормализовалась уже давно, и поэтому пока мы ее держим на контроле, специалисты УКХ в постоянном режиме и сами, и через управляющие компании также отслеживают, если где-то что-то такое есть, то мы еще подхватываем сейчас быстренько, оперативно, чтобы не было вот этого, я говорю, ну такого вот беспредела, если можно назвать. Еще один звоночек. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Слушай нас. У меня вот такой, это, у нас тут две ямы, заезд, это со стороны, это, угол, вот сейчас новый дом будет строиться, по Советской 119 и Советской 117, угол, вот этот угол, и там две ямы, заезд во двор, и две огромные ямы. Ну, это... И когда идут дожди, там такие лужи огромные, и машины, только и вот так вот и блякают без конца и края. Нельзя ли их заделать? Они уже в течение пяти лет. Ну... Я уже несколько раз звонила, и могут они заделать эти две ямы. Ну, надо посмотреть, они не на дворовых территориях. Если они не на дворовой территории, на городских, то заделаем. Если на дворовых, то это уже сложнее, там надо уже, чтобы заделывали управляющие компании. Хорошо я пометил, советский угол 119-117, но 119-го еще нет дома. Ну, это который будет строиться. Да, да, там есть 115-м заканчивается все, вот именно по Советской. Возможно, это вообще может быть на строительной площадке где-то там пока попадает. У нас осталось пять минут эфира, у нас идет двухмесячник, это время, когда мы наводим порядок, задают вопросы, вот вы уже сегодня косвенно сказали о посадке деревьев в Арбане, будут ли еще большие высадки у нас? Сильно больших, огромных не планируем, хотя саженцы мы запасли, у нас есть и свои саженцы, разные есть и, в смысле, кустарниковые саженцы, и плодово-ягодные саженцы, в смысле, начиная там от рябины, яблони и так далее, и сосну мы уже привезли, в смысле, берем в Шошино, в Минусинском районе, сосна хорошая, саженцы, соответственно, все есть. Две небольших таких акции будут по школам, по садам, мы под них заготовили тоже, у них там свои просветительско-воспитательные акции, поэтому... Акции растут вместе, по-моему. Да, да, мы им предоставляем саженцы, ну, вот я говорю, в Арбане будем, и там, где погибло, потому что где-то сломали, где-то погибло, где-то какие-то... Будем стараться там подсадить. Больших вот таких, чтобы тысячных мы в этом году и не планировали, просто-напросто у нас и сил не хватает для того, чтобы все это одолеть на сегодняшний день, потому что нет ни персонала, все это нужно готовить. Я понимаю, выйти массово уже на готовое, да, хорошо получается, но для того, чтобы... Здесь сегодня звоночек успеваем принять. Здравствуйте. Говорите, говорите. Слушайте нас в телефоне, пожалуйста. Слушаю. Я хочу спросить, хочу спросить, оплата за мусор будет по-прежнему в этом же... Пока, да, пока тариф остается тем же. Почему? Потому что это совершенно новый, у него еще нет тарифного дела, и он сейчас, когда вступит в свои права, соответственно, будет уже подавать на новое тарифное дело, подавать свои затраты, свою численность и так далее, подтверждение всех, и, соответственно, будет формироваться. Но я думаю, что до конца года мы будем работать с этим тарифом, который есть. Ясно, он очень низкий. Сегодня, ну, литр бензина, один литр дороже, чем месяц, в смысле, с человека, или от человека вывозят мусор. Ясно, что, ну, не зажируешь, наверное. Пока тариф останется такой же. Вывозить будут тоже на полигон в Черногорске. Да, да, полигон, он муниципальный, там тариф тоже на захоронение, на прием захоронения утвержден, соответственно, также государственным комитетом по тарифообразованию, то есть здесь ничего пока меняться не будет. Ну, и когда-нибудь у нас появится мусор перерабатывающий, может быть, когда-нибудь. По крайней мере, он уже декларировался несколько раз, да, что, конечно, нужно, но, видите, здесь, помните, у нас и аквапарк строили, да, здесь, видите, можно все организовать, и раздельные сборы, то и другое. Самое проблемное на сегодняшний день нет предприятий, нет производства по переработке этого. Сегодня мы авторезину, мы-то не знаем, куда мы платим бюджетные деньги, сегодня собираем из города и направляем ближайшее в Новосибирск. Представляете, нигде, ни в Красноярск, никуда, платим уже по 100 с лишним рублей за одно колесико, для того, чтобы хоть как-то утилизировать. Я уж не говорю про стекло, про бутылку, но еще картонка, чего-то там, какими-то пиратскими методами, чего-то кто-то собирает, мало-мало, и все, остальное-то больше никому ничего нет. Батарейки приносим. Ну, батарейки, ну, это мы сами просто приносим, а процентов, я думаю, 95, их просто выбрасывают и все вместе с таково. Хотя это ресурс, и хороший ресурс, я уж молчу про продукты, питание, про хлеб, про проще, то, что эти проклятые буржуи, которые перерабатывают все это на удобрение, если не пригодно для повторного использования куда-либо. Ладно, спасибо большое, Владимир Иванович, что пришли сегодня, ответили на наши вопросы. Желаем вам теплой еще пока осени, чтобы успеть сделать что-то планировано. Ну, а потом, чтобы быстренько все красиво и хорошо. На этом наша программа заканчивается. С вами был Ансдор Сабанов. Увидимся здесь, в эфире канала Абакан24. Нет, мне передают еще показалось 5 секунд, оказывается, еще целых 20 у нас есть. Поэтому, да, закончим с пожеланиями. Очень хочется уже видеть новогодний Абакан. Это летом хочется зимы, зимой хочется лето. А вот теперь точно до свидания. До свидания. Всего доброго.